Здравствуйте, меня зовут Сергей Граченко, я инструктор по выживанию. Раньше я готовил специалистов в военной сфере, теперь я провожу курсы для обычных людей. Бывало такое, что это было еще, когда я служил в свистназе, когда там стоит какая-то перед тобой задача, и необходимо ее выполнить, а у тебя нет возможности восполнить запас воды, закипятить ее, тем более, демаскировав себя костром, то приходилось пить воду из обычных луж, болот, есть там тот же подножный корм. Наверное, это было самое экстремальное, потому что когда ты уже умеешь, вот это все умеешь, знаешь, тебя абсолютно любая ситуация не приводит к каким-то дискомфорту, к какой-то панике, ты действуешь просто по наитию. Надо там переночевать в лесу, это не проблема. Построил укрытие, развел костер, переночевал. Не чувствуешь грани опасности, наверное. Уволившись, я понял, что не хватает, наверное, чего-то такого, какого-то такой романтики. Я проводил сплавы, занялся просто организацией активного отдыха. На стоянке кто-то попросил, а вот что сделать в этой ситуации, а вот что сделать в этой ситуации. То есть это было больше как какое-то любопытство. Я понял, что вот именно мои какие-то навыки могут быть интересны для других людей. Добыча воды или еды, или в разведении огня. Даже разведение огня-обеспечек для них стало каким-то определенным вау-эффектом, шоком о том, что «а что, я так смогу?» Я говорю, конечно же, любой из нас так сможет. И показав людям вот такие элементарные вещи, как разведение огня, то, конечно, их самооценка повышается в разы. Это был 2010 год. Конечно же, в современных реалиях интерес людей к курсам выживания усиливается, поскольку сейчас даже и активный отдых у нас в стране становится более популярным. Люди ходят в лес, люди любят сплавы, люди любят активно заниматься спортом в лесу. Но, несмотря на это, необходимость навыков выживания также становится выше, поскольку вот еще, допустим, до коронавируса человеку объяснить, что это ему нужно, нужно там уметь развить огонь или обзараживать воду, было объяснить сложно. И чем дальше мы живем, тем для человека становится понятнее, что да, если он будет это уметь, значит, ему будет проще. Поэтому, да, люди в современном обществе, они понимают, что неплохо было бы знать то, что спасет им жизнь. Я знаю реальных людей, которые, узнав о пандемии, уходили в леса для того, чтобы абстрагироваться от общества. И они действительно жили в какое-то время в лесу. Соответственно, они добывали себе воду и еду, разводили огонь, обустраивали свой быт. Это немножко другой вид выживания, это не экстремальный вид выживания, это автономный, то есть люди намеренно уходят в лес, взяв с собой какой-то минимальный запас инструментов, вещей. Ну, там тоже необходимы навыки выживания. Поэтому, да, вот именно коронавирус внес ясность в понятие людей, то, что это нужно, нужно уметь, нужно знать, нужно применять эти навыки. У нас есть, допустим, курсы такие, где нужно пройти какое-то расстояние, порядка 30-40 километров за день. Ну, некоторые, да, понимают, что сложно, натерли мозоли, холодно-голодно. Конечно же, начинается вот эта вот паника, а я не хочу, а я там пойду домой. Но очень важно в этот момент себя перебороть, и потом этот момент будет вспоминаться как один из самых ярких. Все сложности, они запоминаются. Когда все ровно, когда все легко, когда все просто, то и восприятие этого момента будет иначе. Это будет плохо запоминаться, скажем так. А все вот эти сложности, когда люди садятся и говорят, я больше никуда не пойду, я больше не смогу, то, конечно же, успокоившись, начинают действовать. И потом сами себя за это, даже благодаря, что он дошел до конца, не сдался на полпути. Есть люди, которые вообще идут в лес в первый раз. У меня была группа, которая приехала из Израиля. Они в первый раз оказались в белорусском лесу и вообще в лесу. Для них это даже вот эти деревья вокруг нас, для них это была новинка. А есть люди, которые там офисные работники, которые, ну, вряд ли вообще ходили бы в лес за грибами и ягодами. Им интересно тоже. А есть люди, которые, да, они туристы, они ходят на сплавы, они ходят там на... Еще какие-то там просто пострелять, там, страйкбол, побегать по лесам. Для них тоже интересно попробовать на себе, как это вот развести огонь, как переночевать в лесу. То есть разная категория людей здесь уже, наверное, как придется, да, кто вот попалась ему, такая информация. Потому что многие даже не знают, что есть такие курсы и кто-то их вообще проводит. Цивилизация, городские условия, квартиры, теплая вода расслабляют нас, нас отдаляют от природы. Для нас шоком, живя в квартире, для нас шоком является отключение электроэнергии. Мы не знаем, как приготовить еду, мы не знаем, как обеззаразить воду, если нам ее из крана перестали подавать. Значит, если мы это будем уметь, мы сможем жить и там, и там. Но природа показывает нам необходимость вот всех этих навыков. Были случаи не со взрослыми группами, были случаи с детьми. У детей сейчас очень большая проблема – это гаджеты. И когда ты пытаешься их вовлечь в природу, да, когда ты пытаешься им показать, что есть что-то интереснее вне телефона, для них является какой-то вот шоком, паникой. Как это я без телефона? И очень часто задаются дети, именно когда вот ты пытаешься их от телефона отстранить, не задрать физический телефон, а чему-то научить. И даже идя в лесу, он там в телефоне пытается. Но через некоторое время, конечно же, происходит эта вот ломка, да, и он привыкает к тому, что да, можно общаться с другими детьми, можно общаться весело и изучить что-то новое. Даже наша школьная программа, она немножко противоречит вот этим курсам выживания. У нас, к сожалению, до сих пор в учебниках написано, что мох растет на северной стороне дерева. У нас муравейники расположены одним концом на север, одним на юг. Но ведь это действительно не так. Я с детям, приходя в лес, я показываю, что вот смотрите, вот дерево, вот мох, и оно не на северной части. Они, конечно же, немножко удивлены, как это вот в книжке написано, а на самом деле не так. У взрослых на курсах, допустим, бывает такое, что вот я не хочу там пробовать змею, да, там я не хочу пробовать лягушку, потому что там я мясо там не ем или еще что-то. Но все же, когда начинаешь объяснять, что вот это, допустим, жизнь этой лягушки, да, или жизнь этой змеи, там, допустим, может спасти твою жизнь, и здесь на курсах мы максимально подстраиваем ситуацию, как она будет в реале, и что ты должен научиться ее приготовить и съесть. Тогда да, тогда человек понимает, что действительно я хочу попробовать, ну и для того, чтобы потом можно было сделать это самостоятельно без меня. Если человек попадает в какую-то непонятную для себя ситуацию, экстремальную ситуацию, то его задача исключить внешние факторы, которые могут лишить его жизни. То есть у нас есть, исходя из этого, есть пять основных приоритетов. Огонь, вода, еда, укрытие и ориентирование – это основные приоритеты выживания, которые мы должны учитывать, оказавшись в экстремальной ситуации. Итак, мы в Белорусском лесу, у нас вечер, и мы понимаем, что сегодня нам уже выбраться из леса невозможно. Ночь – это активное время хищников, ночью передвигаться по лесу нельзя, поэтому мы принимаем решение остаться и построить все укрытия. Строительство укрытия – это непростое занятие, на это уходит два часа активного физического труда. Но укрытие даст нам защиту нашей спины, а укрытие защитит нас от ветра, от непогоды, а также от насекомых. Для строительства укрытия нам необходимы вот такие вот деревья, старые, которые уже, ну, на них легко снимается кора. Такое дерево не подходит ни для чего, но для строительства нашего укрытия оно будет идеальное. Его очень легко повалить без пилы, без топора, просто переносим своим весом. Вот такого бревна нам хватит на всю ночь для костра и также поможет нам сделать основной каркас. Итак, чтобы разделить это дерево на необходимые нам материалы, мы должны найти два раздвоенных дерева, провести необходимую часть через них и при помощи рычага поломать его на необходимые нам размеры. Дальше мы эти брюки, бревна, упираем под углом приблизительно 45 градусов и обязательно проверяем, чтобы он не стяжал ни в одну, ни в другую сторону. Одно проверили, замерили приблизительный рост, куда оно упирается. Точно так же оно должно упираться в это дерево. Хочу обратить внимание, что расстояние между деревьями должно быть приблизительно так, чтобы ваше тело помещалось между ними. Не слишком длинное, не слишком короткое. Деревья обязательно должны быть живыми, не сухими, иначе во время сильного ветра это укрытие будет ненадежное. Второе бревно мы также упираем под углом 45 градусов к этому дереву и проверяем его так, чтобы оно не соскальзывало. Дальше мы берем сухое бревно, обязательно сухое, потому что на нем будет держаться основной вес конструкции. и кладем его на вот эти бревна. И мы обязательно должны проверить устойчивость конструкции. Мы переносим вес своего тела. Если данная конструкция выдерживает вес нашего тела, значит такое укрытие послужит вам, и вы сможете спокойно в нем переночевать одну ночь. А дальше мы берем любые материалы, которые лежали на земле. Главное, чтобы они по длине подходили. И вы должны сделать крышу, начиная с одной стороны и продолжая настилать одно за другим с расстоянием в 10-15 см друг от друга. Основной каркас у нас собран. Дальше мы необходимо сделать крышу. Ее мы будем делать из преобладающего фона местности. Как видите, в этом лесу у нас преобладающий фон. Это мох. Поэтому мох будет нашей крышей. Он будет защищать нас от осадков. Мы собираем небольшие кусочки мха и начинаем ссылать снизу вверх, внахлёст, как чешуя у рыбы. Таким образом, если будет сильный дождь, вода будет скатываться по чешуе, и ваше укрытие внутри всегда будет сухим. Итак, укрытие у нас построено. Что оно нам даст? Укрытие дает защиту на 360 градусов. Это дерево защищает на меня с правой стороны, это с левой, а сам скат дает мне защиту спины. Если бы его не было, а просто передо мной горел костер, то я каждый раз, после каждого треска ветки, шума ветра, я бы оборачивался, и мне было бы некомфортно за свою спину. Само укрытие, сам скат, дает защиту спины и психологически спокойнее. Также укрытие поможет защититься от ветра и от дождя. Итак, укрытие у нас построено. Следующее, что нам необходимо сделать, это развести огонь. Огонь позволит нам отпугнуть диких животных, насекомых, приготовить себе еду, обеззаразить воду. Но самое главное, что даст нам огонь, это психологическое спокойствие. Когда горит огонь, человек понимает, что у него все потеряно. Он видит, что происходит вокруг него. Огонь – это очень важный приоритет выживания. Запомните, что сухие дрова ни в коем случае не лежат на земле. Даже в сухом лесу, если бревно будет лежать на земле, оно может быть снаружи сухим, но внутри оно всегда будет мокрым. Вот мы находим широколапую ель, залазим под нее и ломаем вот такие вот маленькие веточки. Это первая категория дров, которая подойдет нам для разведения огня. И вот когда вы их ломаете, они трещат на признак того, что они сухие. Они очень быстро загорятся. Это первая категория дров. Вторая категория дров также не находится на земле. Она все на деревьях. Все вот эти ветки на живых елях, они, соответственно, уже умершие. Дерево они только мешают. Они очень сухие. Их можно поломать руками. Эта категория дров даст нам большое количество огня, отсутствие дыма, хороший жар, который подойдет нам для приготовления пищи, для отпугивания диких животных, насекомых и прочего. И третья категория дров это тот ствол, который мы ломали. Он также сухой, будет очень долго гореть. Но мы должны учиться просчитывать, какое количество дров нам необходимо. Есть такая специальная формула, где приблизительно вот такого диаметра три бревна, сложенные вот таким образом в костер, будут гореть около часа. Способов разведения огня огромное количество. И все они сводятся к высеканию искры. Электричеством, химическим способом, либо механическим трением, высеканием искр из кремния. Любыми материалами. Но самый надежный способ разведения огня это использование вот такого туристического огнива. Я всегда рекомендую этот способ как самый действующий, потому что при помощи такого способа можно развести огонь в любой ситуации. Будь то в дождь, в снег, в грязь. И это сможет сделать даже неподготовленный человек. Можно развести огонь трением, но для этого необходимы навыки, необходима подготовка около двух часов. Развести огонь при помощи огнива мы берем бересту, которую мы собрали по дороге. А выживание это сборничество. Мы собираем по дороге бутылки, какие-то выброшенные мусор, который может нам помочь в дальнейшем, может помочь нам выжить. Вот этот бересту мы собрали по дороге. Итак, что такое огнива? Огнива это сплав легких металлов, проводя каким-то металлическим предметом, будь то нож, или любой ключами от машины или от квартиры, он высекает довольно-таки горячие искры, которые приводят к горению. Мы делаем срез, и наша береста загорается. Дальше мы берем нашу первую категорию дров и подносим таким образом, не сразу же положили, а немножечко подержали, так, чтобы огонь поднялся чуть выше уровня наших дров. Как только огонь поднялся, мы их спокойно кладем на землю и используем дальше наши вторые дрова. Огонь без спичек разведен. Итак, представьте, к нам ночью пришел медведь. Если бы у нас с вами была палатка туристическая, то она не являлась бы защитой от него. Для медведя палатка – это обычная одежда, которую можно порвать и достать оттуда кусок мяса. Чем укрытие поможет нам защититься от дикого зверя? Для любого дикого зверя вот этот вот скат – это не искусственное построенное укрытие, это естественный фон. И для того, чтобы достать меня отсюда, ему нужно обойти с этой стороны. А с этой стороны горит костер и обеспечит нам защиту на 360 градусов. Медведь и любой другой дикий зверь огня боится генетически. Огонь – это пожар, огонь – это смерть. Поэтому они будут избегать огня. Вода является важным приоритетом выживания. Вода расходуется при дыхании, когда человек находится в движении, очень активно потеет. И потери воды у человека огромные. Ему необходимо восполнять эти потери. Есть, существует такая специальная формула, когда мы можем рассчитать необходимое количество для воды на ваш организм. Мы берем 20 миллилитров, умножаем на килограмм массы тела. Так в среднем получаем, что на человека 70 килограмм веса нужно приблизительно полтора литра воды в день. Это тот экстремальный запас, который необходимо восполнять. Если вы не будете восполнять этот недостаток воды, то рано или поздно ваш организм приведет к обезвоживанию. Поэтому вода очень важна. Если добыча воды у нас в республике это не очень такой важный вопрос, вода есть повсеместно, то существует вопрос ее подготовки для питья. Необходимо ее обеззаразить или очистить. Очистка и обеззараживание это разные процессы. Более важен для нас обеззараживание, а очистка это лишь придание ей более красивого вида. Воду мы можем брать из открытых источников. Также использовать дождевую воду, воду из ручья, но всю воду, которую вы берете с открытых источников, обязательно необходимо обеззараживать. Обеззараживать мы можем двумя способами. Самое основное это кипячение в любом металлическом сосуде, либо в стеклянном. Воду можно даже закипятить в пакете. Также мы можем использовать химические способы, такие таблетки, как Акватапс, Аквабриз, Аквахлор, которые продаются в туристических магазинах. Такие таблетки служат для того, чтобы вы могли обеззаразить воду в своей фляге или где-то в какой-то бутылке, забросить туда необходимое количество таблеток. Страх – это всего лишь черта перед нами. Вот мы стоим здесь, нам страшно, перед нами черта. Если мы сделаем шаг через нее, то там страха не будет. Страх останется сзади. И я всегда говорю своим воспитанникам, что если вы не будете шагать, вы не сможете его переступить. Все, что нужно сделать, это перебороть, переступить свой страх. На своих курсах у нас есть блок борьбы со страхами. Дети забираются, ну, при помощи, конечно, страховки, лепенического снаряжения, на какую-то вышку спускаются, или там проходят через огненные ворота, или, я не знаю, проходит болото трясинное. Все это сводится к тому, чтобы чем больше шагов по преодолению своего страха будет, тем меньше этих страхов будет оставаться внутри. Поэтому все, что нужно побороть страх, это нужно шагать, шагать, шагать. Чем больше страхов, тем меньше их останется. Субтитры сделал DimaTorzok